290, там дают тема по голове. Ну, видишь, Андрей, насколько я так знаю спикеров твоего канала, все по «Газпрому» ждут одного, что он вырастет, продать и дивиденды не получать. Когда все ждут и хотят одного и того же, то, скорее всего, это не происходит. Друзья, сейчас полезная информация от спонсора этого выпуска, это платформа JetLand. Ну, те, кто давно смотрит мой канал, знают эту платформу. Это платформа краудлендинга, то есть это коллективные инвестиции, это привлечение средств до малого и среднего бизнеса. То есть инвестиции поступают к ним не от банков, а от конечных потребителей. Эта платформа российская, и сейчас, на данный момент, зашел уже 32 тысячи, почти что, 32 тысячи инвесторов на этой платформе. Что такое JetLand? Она дает возможность инвестировать в малый и средний бизнес, при этом доходность инвестиций до 19%. Вы понимаете, при текущей ситуации, когда в банках снижаются проценты, это хорошо, до 19%. Платформа работает с 2018 года. Эта платформа «Резидент» Сколково. И эта платформа имеет лицензию ЦБ, что очень-очень важно в текущих условиях. Преимущества. Ну, преимущества инвестиций JetLand, прежде всего, это низкий процент. Это низкий процент дефолтности. Это не низкий процент по доходам, а дефолтности, если сравнивать с другими финансовыми инструментами. Сейчас я могу сказать, что по статистике это 1,3% примерно дефолтов. То есть, получается, общая стабильность. Доходность инвестиций за 2,5 года 46%. 46,2%. Почему так получается? Почему такие хорошие результаты? Прежде всего, должен сказать, что платформу сделали выходцы Сбербанка. Но об этом вы, наверное, знаете, если вы смотрели предыдущие интервью. Поэтому у них очень жесткий отбор проектов. По 100 параметров отбираются проекты. Итого. Преимущества платформы. Низкий процент банкротств. 1,35. А также очень удобный функционал. Вот хочу обратить ваше внимание на такую функцию, как автоинвестирование. Что это такое? Это автоматическое испыление средств. Прямо на сайте. В соответствии с настройками, диверсификацией, уровня риска, сроков инвестирования. Вы можете настроить подфель сбалансированный из десятков компаний, сотен компаний. Потому что ставить на одну лошадь нет смысла. Понимаете? Вдруг она дефолтнет. Поэтому нужно настраивать десятки, сотни компаний. И вы можете выбрать одну из стратегий автоинвестирования. Настраивать риск, срочность, другие параметры. Даже скажу, если у вас там есть такой сейф электронный, вы можете из сейфа делать так, что средство, которое вы заработали, будет поступать на карточку. В какую-то карточку. Поэтому, я думаю, что очень удобный функционал. Платформа хорошая. И можно, главное, снизить риски до минимума. Если вы начали бы инвестировать вместе с JetLand 2,5 года назад, то сейчас бы уже заработали нормальную сумму. 46%, 46,2. Или по-другому. Если у вас сумма 1, например, 100 рублей, превратилась бы в сумму 2. 146 тысяч рублей 200. 146 тысяч рублей. Сейчас посмотрим рисунки. На рисунке вы видите индекс краудлендинга. И что вы видите? Вы видите, что зеленым цветом этот индекс. И можете сравнить с индексами биржевыми, фондовыми. Которые красные и синие. Видите, что инвестиции не так рискованные. Тут плавненько, плавненько, плавненько. А там идет расколбас. Также надо понимать, что доходность вложений выше, чем доходность на рынке облигаций. Это очень важно в наше время стабильность. Ну и для тех, кто заинтересовался этой платформой, скажу, что есть ссылочка. Ссылочка непростая. Ссылочка золотая. Это ссылочка для моих подписчиков. Если вы по ней зарегистрируетесь, получите приятный бонус плюс 5% к доходности. Объясняю. Я сказал, до 19% годовых доходность. Можете приплюсовать 5%. Получится до 24%. Единственное, торопитесь. Ссылочка работает только 7 дней с момента размещения этого ролика. Итого, 24% годовых это очень-очень неплохо. Регистрируйтесь по ссылке, которую вы видите внизу в описании. Асан Васильевич, день добрый. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Ну не секрет, что всех интересует доллар, доллар, доллар и юань. Что вы по этому поводу думаете? Доллар, доллар, доллар и юань. 3 доллара и 1 юань. Смотри, что я по этому поводу думаю. Не напрямую это будет связано с долларом, но к доллару относится. К юаневу меньше. Вот я смотрю сейчас на фьючерсы, на индексы российские, ММВБ и РТС. И у них существенная баквардация относительно спотовых котировок. И в индексе ММВБ баквардация где-то процента, ну то есть фьючерс стоит дешевле, чем спот. Процента где-то 4-4,5. А в индексе РТС баквардация процентов 9-10. Я думаю, что это говорит о том, что рынок ожидает, ну в связи с тем, что в индексе РТС зашита валютная составляющая, что индекс ожидает некоторого ослабления рубля. Как бы, так сказать, плохо доллар не выглядел, какая бы инфляция там не была. Ну вот пока по рынку так. И мое мнение примерно то же самое. И, кстати, вот в этой ситуации, мне кажется, такая спекулятивная позиция, что покупка индекса РТС, фьючерса на индекс РТС и доллара, и фьючерса на доллар в равных пропорциях, может дать какой-то такой неплохой положительный результат. Так что мнение по доллару вот такое. А по юаню, ну юань дошел до 7 к доллару. Я думаю, сейчас начнутся какие-нибудь там переговоры американо-китайские. И раньше же Америка очень, так сказать, противилась ослаблению юаней. И все время эта тема у них всплывала. Да, вот думаю, что сейчас будет то же самое. Ну, юань, не знаю, юань для нас, еще раз, доллар фьючерс, юань спот. Это вот мои позиции, которые в валюте у меня есть, и я их продолжаю держать. А сильного вы ждете роста до 100-200 долларов? Ну, слушай, судя вот по этим индексам, что я сказал, это пока ограничивается 5%. Ну, 5% это очень мало, это что-то 3 рубля, да. Думаю, что сильно нет, но там диапазон выше 70 вполне. 100 пока нет, пока не жду. 100 это должны какие-то события произойти, которые вновь, так сказать, сломают все, что сейчас существует. И тогда будет и 100, и 200. Ну, пока не видится, на чем это может быть. Вчера была встреча двух лидеров, это Россия и Китай, и Владимир Путин опять назвал Китай нашим другом. Означает ли это, что у нас нет таких существенных рисков, если я буду держать средства в юанях? Ну, как ЦБ же уже нам заявил, что риски есть. Держать можно для ЦБ, а продавать нельзя. Хотя у физических лиц таких ограничений нет, поэтому рисков, наверное, таких нет. Какие риски юаней? Это то, что юань к доллару может еще сколько-то ослабнуть, но я думаю, что существенно нет. Так что для нас с тобой рисков держать юань нет никаких, что наличный, что безналичный. Для ЦБ держать резервы в юанях есть. Ну, и назвал другом это хорошо, а они нас назвали друзьями, нет? Ты там следишь за ситуацией, а я как-то нет. Я иероглифы не могу. Я наверняка думаю, что ты пишешь не просто друзьями, а очень большие друзьями. Как по-китайски друг будет. Очень большие друзья. Это слово друг или брат. Брат надо выучить. Мы же сейчас находимся в информационной войне, поэтому, как вот кто-нибудь сейчас напишет левой на каком-то китайском форуме, типа, люблю Россию, больше Китая, и все, а сразу же информационная война такая, да, напишут. Китайцы считают, блин, большинство китайцев считают, что Россия, да, не дороже, чем Китай. Сразу будет так извращено, поэтому, чего там у них в китайских головах творится, нам непонятно. Ну, да, да, это можно сравнить вот такую историю, да, как там занял почетное второе место и пришел предпоследним. Вот. А вот то, что вот сейчас говорят, что там южно-этот самый Африк, африканский рент, потом этот ближневосточная валюта покупается, это как, мимо вас проходят? А СОМ, СОМ еще есть, Тенге и Тугрик. Мимо меня это проходит и будет проходить. Почему? Как воспользоваться этими валютами и для чего? Уж лучше рубль тогда. На рубль можно здесь что-то приобретать, а что можно приобретать на рант? Может быть еще аргентинская песо покупать или лиру турецкую? Но они такие же друзья, как китайцы, я же не знаю. Они друзья, но как бы с валютами там ситуация может быть еще хуже. Хорошо, что Московская биржа начинает торги. Множественными валютами, но я бы ей посоветовал бы какую-нибудь опционную тему на российские акции лучше развивать, чем лезть вот в эти дебри. Ладно, посоветуем. А теперь по поводу карточки МИР хотел с вами поговорить. Американцы грозят тем странам, а их очень много, там Турция, Узбекистан, Казахстан, где используются карточки МИР. Пальцы в двух рук не хватит, так много стран. По-моему, 15, если не ошибаюсь. Вот. Что вы по этому поводу думаете? Насколько сейчас целесообразно хранить деньги на карточке МИР? Ну, если там рубли, какая разница? Грозят, ты не сможешь им просто воспользоваться за границей, а остальное это, что кто-кто МИРу грозит. Никто МИРу не грозит. Хотя там в санкционный новый список внесли, там, директора, да, расчетной системы. Ну, не знаю, я думаю, что карточка МИР широкого распространения за границей не получит, вот, в связи с последними угрозами. А деньги хранить, ну, что, МИР, может быть, МИР пей, там, удобнее платить будет внутри страны, так сказать, с помощью телефона, чем с помощью телефона. Просто карточка. Ну, просто думаешь, куда положить деньги, туда-сюда. Вот мой друг поехал в Узбекистан, а там как раз технические проблемы у системы. Деньги же у тебя не на карточке, а на счету по-любому находятся. Ну, понятно, вот такая карточка, в Узбекистане то работаем, то не работаем, то работаем, то не работаем, это ненормально. Ну, если ты карточку потеряешь, ты же деньги не теряешь, ну, что ты, зачем на карточке? Ну, если их где-то принимают, значит, нужно делать, да, если, ну, не знаю, мне кажется, скиньте виза там и мастер-карт дружественных стран, они получше в этом смысле, чем МИР. Ну, ладно. А что вы думаете по поводу такой мысли, что фондовый рынок России тащили за уши под вчерашнюю экспирацию? Ну, сегодня же он не упал. Ну, вот он не упал. Что я думаю? Ничего не думаю. Это мнение отдельных, так сказать, аналитиков. Аналитиков. Никуда никто не тащил, я особо не вижу каких-то, ну, а что, есть на рынке какие-то держали, может быть, можно сказать, держали под экспирацию. Он же не рос, на месте рынок находился достаточно, ну, неделю, там, две, наверное, на уровне, там, 2-400 по, 2-400 плюс по ММВБ ничего не происходит. Так что ничего, вряд ли здесь какие-то здесь манипуляции в этом смысле, что какие-то большие игроки участвовали в экспирации, вот туда. Мне кажется, это такая конспирология, ну, как, может быть, в каких-то узких кругах обсуждается, но на рынок реально влияние не оказывает. Не вижу я этого. А как можно оценить ситуацию? Скажи, что стоит примерно на одном месте наш рынок. Рынок наш сильный или рынок никому не нужен? Как можно оценить? Знаешь, как это, из песни старинной иноагента сильнее отличается выстрел от выстрела, чем сегодняшний день от минувшего дня. Вот сейчас мы последний месяц примерно в такой ситуации находимся, и поводов рынку и расти, и падать, их нет. Единственное, что может быть какое-то оживление сейчас к концу месяца к решению по дивидендам Газпрома, может быть какое-то оживление по рынку, ну, и, соответственно, Газпром тяжеловес в индексе, и по индексам тоже. Ну, а все остальное никак не влияет. Нет событий, которые могут рынок сильно сейчас двинуть. То есть, я думаю, что у кого какие портфели есть, ну, лучше держать. Если нет, то, может быть, сейчас реальный живой рынок, который соответствует действительности, это рынок рублевого долга. Вот он хороший, он настоящий, сегодня ЦБ там с поставки будет решать. Там есть колебания, там есть движения, там есть какие-то инвестидеи в рынке рублевого долга. И в первом, и во втором, и в ВДОшном, и сегодня, везде. А в рынке акций, мне кажется, вот он такой в полумертвом состоянии будет находиться еще достаточно долго. А как он сейчас отвязался от мировых рынков, насколько мы видим? Ну, отвязался, да, уже не сейчас отвязался, а отвязался полгода как. Ну, и а как он может выйти из этого, как оживить, как его окропить с живой водой? Не знаю, никак. Пока не резиденты не будут как-то торговать на нашем рынке, те, которые у нас остались в замороженном виде, думаю, что, как бы, окропление эффекта не дадут. Жаль. Но окропить можно оживить, вот внедряя, с моей точки зрения, новые инструменты какие-то. Ну, не торговлю там Тенге, которые, или не Тенге, там, я не знаю, Тугриком, которые мало кому нужны. А вот такие, как во всем мире есть, вот с моей точки зрения, это реальное оживление рынка дала бы опционная торговля на акции российских компаний. Потому что сейчас рынок полумертвый, да, но опционы там с исполнением месяц-два-год, мне кажется, были бы востребованы. Ну, насколько я знаю, Мосбиржа несколько раз пыталась это делать, маркетмейкеров не находится, еще что-то не находится. Ну, вот это путь, с моей точки зрения, оживления российского рынка среди российских инвесторов. Других я особо не вижу способов оживить. Понятно. Давайте пройдемся чуть-чуть по основным акциям. Вот, например, уже упомянутый к ночи «Газпром». Что мы ждем? Мы ждем 290-е, там дают тем по голове. Ну, видишь, Андрей, насколько я так знаю спикеров твоего канала, все по «Газпрому» ждут одного, что он вырастет, продать и дивиденды не получать. Вот, когда все ждут и хотят одного и того же, то, скорее всего, это не происходит. То есть, трудно сказать, да. Вроде бы по доходности, если считать, да, то как вот «Газпром» сейчас превратился в «Сургутнефтегаз» привилегированный. Дивиденды разовые большие, а дальше падение больше, чем сумма дивидендов, и неизвестна дальнейшая судьба. Вот у «Газпрома» то же самое. Дойдет он, дотянут его до 15-й хотя бы доходности по текущим дивидендам, то есть рублей до 300. Ну, наверное, это самый оптимистичный сценарий сейчас. Вот такой. Ну, будет так, но все, просто кто-то должен покупать, если все нацелены не получать дивиденды, а продать его, ну, кто-то же должен купить у этих продавцов. Поэтому я сомневаюсь, что будет большой рост цены «Газпрома». Вот как-то сомневаюсь. Ну, да, 290, как ты говоришь, ну, наверное, может. Может. Особенно после утверждения выплат. То есть 10 дней, наверное, с начала, 10 дней начала следующего месяца достаточно будет интересный «Газпром». Ну, вот интересно, вчера руководство «Газпрома» просто зарядило всех позитивом, что «Силы Сибири-2» – это отличная замена «Северного потока», и акции не сильно на это отреагировали. Ну, сколько же его строить надо, и сколько денег это стоит? Замена 10 миллиардов долларов. Одни закопали, надо закопать другие. Насколько я смотрел, у нас начнется в 1924 году и закончится в 1930 году. В 1930. Прекрасные перспективы. Либо и шаг, либо падишах. Что у нас будет в 1930 году в стране? Кто сейчас может сказать? Я могу сказать «Расцвет». Какой? Расцвет? Цвет, да? Ну, понятно. Если вы следите за моим каналом, то очень много спикеров сейчас переобулись и топят за покупку лукойла. Ну, я не топил, и пока не топлю. Мне такие сигналы по лукойлу не нравятся. Как продажа футбольного клуба лукойла, уход менеджера от управления. Может быть, там и есть драйвер. Но мне кажется, что лукойл стоит на продаже бизнеса всего. И какие-то куларные переговоры проходят. Какова будет цена этой продажи? Может быть, она будет такой же, как, например, ТНК Бипит. И помнишь, продавалась там лет 15 назад. Роснефть ее купила за 100 миллиардов долларов. А сейчас она сама стоит 50. Ну, плюс-минус. Точных цифр не скажу. Ну, время было другое. Получится ли продать лукойл дорого? Я сомневаюсь. Мне кажется, что вот и отмена дивидендов в этой же, так сказать, парадигме. Что хотели бы получить денег. Но пока нельзя. Всяко может быть по лукойлу. Но я, вот с моей точки зрения, что ситуация сейчас такова, что дорого платить за него никто не хочет. Поэтому лукойл, я пока смотрю на него со стороны, не знаю, по всем показателям, если оценивать, да, потому что было до февраля, и сейчас лукойл выглядит дешево. По сравнению, например, с нефтью, с Газпром нефтью. То есть он как бы упал и практически не вырос. Или вырос мало. С этой точки зрения, если его оценивать, да. Ну, мне кажется, что там много того, чего мы не знаем. В общем, Татнефть для меня более привлекательный актив сейчас, чем лукойл. О, давайте поговорим про Татнефть. Вы же ждете кратный рост? Нет, кратный. Зачем? Татнефть, вот, она сейчас, пожалуй, ну, как отчетность РСБУшная у нее есть, и дивидендная политика у нее есть, которой она придерживается. Этого достаточно для того, чтобы, ну, как мы видим, этого достаточно, чтобы компания не падала. То есть, в принципе, котировки практически вернулись, но, может, чуть не дотягивают до февральских уровней. Это история, наверное, ну, такая стабильная, скажем так. Ну, и опять же, это компания, которая региональная, много на Татарстан завязана. А все есть тем, что ситуация у нас сейчас, в общем, такая, что как бы ссориться внутри с субъектами федерации, наверное, никто не будет. Поэтому перспективы выплат Татнефтью, прибыли, а прибыль у нее есть, они, наверное, такие самые оптимальные в рынке. То же самое про Башнефть можно было сказать. Но Башнефть принадлежит Роснефти, поэтому там история чуть другая. Вот Татнефть, как бы, такая дивидендная нефтяная история. А что там хорошее, кроме еще раз, кроме дивидендов, и что мы не посудим с Татарстаном? А что мы в акциях ждем хорошего? Дохода в виде дивидендов и роста курсовой стоимости. Вот, вот, то там и хорошее, не знаю, там нефтепереработка нормальная, не знаю, насколько они там в Украине застрялись, у них там что-то конфисковали, да? А все остальное по показателям, по цифрам, там хорошо. Вот, что там хорошего? Там хорошие цифры. То есть, нефть выросла, Татнефть получает прибыли больше. А Роснефть, например, вот отчет недавно вышел, как бы у нее показатели не особо отличаются от прошлого года, невзирая на рост нефтяных котировок в первом полугодии. Ну, как-то мы привыкли, что новые лицензии достаются не Татнефти, а другим компаниям. Ну, здесь надо очень глубоко копать по месторождениям. Смотрите, я не погружаюсь в такую глубину. Вот, может быть, там специалисты нефтяного рынка более предметно тебе могут рассказать. Возможно, я тут и ошибаюсь в чем-то. А вот, если смотреть по фундаменталу, Татнефть, значит, дешевая компания, да? Да нет, она нормально оценена. Почему дешевая? Она, с моей точки зрения, более прогнозируемая, чем, например, Лукойл. А, понятно. Вот по поводу Сбербанка, обратился мне внимание, был на этой неделе такой день, когда все акции упали, а Сбербанка покупали, и он плюс и закрылся. Ну, это плюс-минус, он же на месте. Но если посмотреть, то Сбербанк-то сейчас у нас, если оценивать за последние полгода, он явно хуже рынка. Хуже рынка. Время его должно наступить. Когда оно наступит, сказать сложно. Может быть, к концу года, может быть, в следующем году. Но оно, мне кажется, обязательно наступит. А то, что разовый сегодня он лучше рынка на процент, завтра он хуже рынка на процент, это ни о чем сейчас не говорит. Больше говорит, наверное, то, что Сбербанк вышел из убытков по заявлениям руководства, то есть начал зарабатывать при пыль. То есть, получается, что Сбербанк – это для долгосрочных инвесторов? Ну, думаю, да. Думаю, да. Сбербанк для долгосрочных инвесторов, которые верят, что российский фондовый рынок будет еще жив. На этой неделе мочканули любители удобрений, любители угля о том, что государству нужны средства, и оно думает, откуда бы их взять? Ну, особо не мочканули, там, 3-4-5 процентов. Ну, что, это история, вот, взаимоотношения, так сказать, государства с бизнесом. То нахлобучивали металлурги год назад государства, сейчас нахлобучивают угольщики и производители удобрений. Завтра кто-нибудь следующий будет нахлобучивать. Вот это плохо. Если законы меняются по ходу, там, как там, НДПИ на Газпром, введем на 3 месяца, за август, сентябрь, и что там, октябрь. Это называется волюнтаризм. Может быть, произносить это слово нельзя, но что оно значит, там, волюнтаризм в кавказской пленнице? Ну, и другого не подберешь. То же самое относится, соответственно, ко всем другим решениям, и кукольщикам, и кавказникам. Понятно. У нас золото вошло в пике, хотя некоторые аналитики нам обещали быстрый рост золота. То есть инвесторы, они считают защитным активом, скорее, доллар, а не золото? Ну, доллар, в принципе, если смотреть в международном масштабе, да, индекс доллара на хаях находится, то, наверное, да, но ситуация все равно меняется. Инфляция, мне кажется, вот не избежать в итоге. Сейчас реакция на инфляцию, как испуганного зайца, да, все отовсюду бегут, и из акций, и из облигаций, и из золота, и из всего. А если оценить объективно, то инфляция на длинных горизонтах все-таки это рост защитных активов, сырьевых товаров и золота в том числе. Так что я думаю, что с золотом ситуация временная. Обычно мы ставим точку, когда вы рассказываете интересную какую-то историю. Историю интересную. Ну, не знаю, я в прошлый раз про Льва Толстого говорил, вот я небольшую цитату, наверное, из него приведу, такую недословную, а в собственной интерпретации, но кому интересно, там дальше у него достаточно жесткие такие высказывания, кому интересно, может, почитать, я не буду, так сказать, произносить, произношу коротко. Лев Толстой еще, так сказать, в 19 веке, значит, примерно суть следующая. Восхваление самого себя у нас считается глупым и смешным, а восхваление своего народа считается по-другому. Вот у Льва Толстого там звучит примерно так, что если глупо и смешно восхвалять самого себя, так же должно быть и в отношении более широкого круга людей, называемого народом. Ну и дальше там такой текст, который боюсь даже произнести. Можете найти его в интернете. Вот примерно так. Хорошо, спасибо большое. Оставайтесь, пожалуйста, на лень. Продолжение следует...